Добрый вечер всем, кто присоединился сегодня к очередному заседанию научного клуба КУББ. Сегодня мы обсуждаем разнообразие бактериальных систем патевирусного университета с кандидатом биологических наук Артёмом Исаевым. Артём, дайте мне слово. Да, спасибо, Лиза, что пригласила рассказать лекцию. Спасибо всем, кто подключился. Мне кажется, что мне достаточно повезло, что я заинтересовался бактериофагами ещё в магистратуре. И параллельно своим становлением как учёного происходило очень быстрое и стремительное развитие области исследований бактериофагов. И в последние годы сделано огромное количество открытий, которые я постараюсь кратко просуммировать, дать общий взгляд на различные системы противовирусного иммунитета. И, может быть, в конце расскажу также о некоторых исследованиях, которые проводятся в нашей лаборатории в последнее время. Для начала стоит определить, что такое, в принципе, бактериофаги. Само по себе это уже достаточно сложный вопрос, поскольку если мы расклассифицируем все гены и генетические элементы с точки зрения их мобильности, то есть того, насколько эффективно они передаются горизонтально, с точки зрения их эгоистичности, то есть того, приносят ли они какую-то пользу клетки или их единственной целью существования является развитие собственного потомства, создание собственных копий, то окажется, что фагов не так просто отделить от каких-то других групп генетических элементов. Для начала мы можем выделить обычные клеточные гены, которые передаются в основном вертикально и не способны самостоятельно передаваться горизонтально. Потом у нас будут некоторые группы мобильных элементов, которые не самостоятельны и требуют для своего переноса помощь от других мобильных элементов, в частности транспозоны и некоторые инцеркционные секенсы. Плазмиды, которые могут быть в том числе коммегативными, некоторые плазмиды тоже не самостоятельны и зависят от коммегативных плазмид. Наконец, окажется, что между умеренными вирусами, то есть теми фагами, которые способны формировать профагов и плазмидами, нет такой четкой границы. То есть у нас даже есть группа P1 подобных фагов, которая одновременно может существовать и как плазмида, и лизировать клетки в случае необходимости. Но в итоге мы можем выделить вот эту группу элитических вирусов как наиболее агрессивную форму жизни мобильных элементов, которая, во-первых, научилась активно лизировать клетки для того, чтобы промотировать свой горизонтальный перенос. Во-вторых, научилась кодировать структурные компоненты, то есть коксид, который будет защищать генетический материал вируса вне клетки. И окажется, что такая агрессивная стратегия выживания эволюционно достаточно успешна, и бактериофагия является у нас на самом деле одной из самых распространенных форм жизни на Земле. То есть если мы зачерпим морскую воду, то у нас в среднем будет 10 десятых частиц на литр. В разных средах это значение, конечно, отличается, оно в среднем у нас вирусы превышает по численности своих хозяев более чем 10 раз. Поэтому такая картина, как мы наблюдаем вот здесь, может представлять собой реальность. И каждый момент своей жизни бактерии испытывают угрозу заражения вирусными частицами. Есть оценки, что до 20% бактериальных популяций погибает каждый день, биомасса бактерий погибает каждый день в ходе вирусного заражения. Как же при этом у нас тогда достигается стабильное сосуществование бактерий и фагов? Почему ни одна из сторон полностью не вымерта? Поскольку фаги тоже не могут существовать без бактерий продолжительное время. Одна из причин в том, что у нас есть огромное разнообразие стратегий противовирусного иммунитета у бактерий. А начать стоит от того, что эффективность вирусной инфекции в первую очередь обусловлена распознаванием конкретного рецептора на поверхности бактериальной клетки, то есть адсорбции. И рецепторами вирусов могут являться как мебранные белки, так и липополисахариды, так и какие-нибудь антигены. При этом, как бактерия может защититься от адсорбции? Во-первых, с какой-то небольшой частотой у нас в популяции уже могут заранее существовать клетки, мутанты, у которых поломался ген рецептора. Скорее всего, они бы не выжили, если бы не было вирусной инфекции. Но может так сложиться, что только эти клетки и переживут заражение вируса, который использует этот рецептор. И они могут дать начало новой линии, новой популяции устойчивых к фагам. Помимо этого, бактерии могут и активно сопротивляться распознаванию фагами. То есть они могут либо формировать биопленки, где внешние клетки метаболически неактивны, и только они будут встречать фага, и фаг не сможет эффективно размножаться. Клетки, которые расположены в глубине биопленки, будут защищены. Клетки могут экспрессировать какие-то экзополисахариды, например, капсулы скалановой кислоты, которая тоже будет защищать их от инфекции. В конец есть какие-то специальные белки, которые прячут рецепторы. Есть О-антигены, то есть длинные тоже гликополисахариды, которые, как шуба, защищают бактериальную клетку от взаимодействия с вирусом. Наконец, когда мы говорим про рецепторы, есть еще такое явление, как фазовая вариация. То есть на уровне транскрипции у нас часть популяции бактерий отключает экспрессию рецепторов. То есть рецепторы, во-первых, это достаточно полезные белки для клетки, какие-то необранные белки, которые ей нужны для своего выживания. Но при этом они сопряжены с риском заражения вирусами. Поэтому у нас в популяции бактерий одновременно существует две субпопуляции. Те, которые экспрессируют рецепторы и неэкспрессируют. Это называется bad hedging, термин из экономики, который говорит о том, что популяция бактерий распределяет риски в несколько субпопуляций. Далее, если вирус в этот рецептор узнал, он формирует канал через мембрану для того, чтобы инъецировать свою ДНК в клетку. И на этом этапе у нас есть несколько вариантов ингибирования, когда есть белки и пробки, которые просто физически блокируют этот канал для инъекции. Наконец, открытие тоже недавних лет. О том, что у нас есть малые метаболиты, которые, по сути, выполняют функцию ингибирования вирусной инфекции. Раньше их относили тоже к группе антибиотиков, но оказалось, что некоторые из антибиотиков действуют не только на других бактерий, но и на фагов. Они могут остановить инфекцию как внутри клетки, так и, в принципе, некоторые из этих веществ могут связаться с ДНК-фагой, например, привести к его преждевременной эйкаджекции из капсидов. Но представим, что вирус все-таки успешно инъецировал свою ДНК внутрь клетки, и на этом этапе в игру вступает большое количество систем, основанных на нуклеазах, то есть на ферментах, которые расщепляют ДНК. Это CRISPR-Cas, RM, REG-BCD. Но тут отдельно стоит отметить, что все подобные системы сопряжены еще с риском аутоиммунности. То есть они должны уметь различать очень хорошо чужеродную ДНК от своей собственной ДНК, но иногда случаются промашки, и тогда подобные нуклеазы будут атаковать собственный геном. В связи с этим клетка не может накапливать нуклеазы бесконечно, поскольку любая иммунная система сопряжена с токсичностью, с какими-то рисками, связанными с аутоиммунностью. Но хорошо, если вирус как-то свою ДНК защитил и смог начать активно реплицироваться, либо производить свои белки, уже структурные, то эти белки могут являться теперь антигенами, активирующими следующий уровень иммунных систем. Это иммунные системы, которые мы называем абортивными, и они основаны на запрограммированном убийстве клетки в случае ее контакта с ФАГом. При этом клетка погибает сама, но ФАГ тоже не успевает завершить свой жизненный цикл и не происходит высвобождение активного вирусного потомства. Наконец, у нас есть еще мобильные элементы, которые даже проще устроены, чем ФАГ. И, по сути, представляют они собой паразитов ФАГов. Например, вот FH-intucible Chromosomal Islands. Это такие ФАГи, которые решили, что им нет смысла кодировать собственные структурные белки, и они взамен будут использовать структурные белки полноценных крупных ФАГов. Поэтому во время инфекции они каким-то образом должны почувствовать, что клетка заражена нужным ФАГом. Они вырезаются из хромосомы и начинают свою активную репликацию. Дальше у них есть разные интересные стратегии захвата капсидов, структурных компонентов уже полноценных ФАГов. Часто это называется молекулярным пиратством. И в итоге ФАГовые капсиды загружают в себя генетический материал паразитов, и клетка при лизисе практически не высвобождает активного ФАГового потомства. То есть с точки зрения клетки это тоже выгодная стратегия, которая останавливает или как минимум замедляет развитие вирусной инфекции на уровне популяции. Давайте чуть детальнее рассмотрим основные такие классические системы защиты. На рестрикции модификации, думаю, останавливаться не стоит, потому что все это изучали. То есть это самая распространенная система защиты. У нас есть рестриктазы или эндонуклеазы рестрикции, которые распознают специфическую последовательность ДНК. И если она не защищена специальной метильной группой, то проводится ее расщепление. С этой рестриктазой сопряжена метилазная субъединица, которая распознает те же самые сайты в хозяйстве ДНК и выносит метильные группы для того, чтобы они были защищены от атаки рестриктаз. Далее у нас есть другая группа сайта специфичных нуклеаз, которая уже основана на адаптивном принципе. Это CRISPR-Cas system. Мы их пройдем тоже очень кратко. То есть CRISPR-Cas system функционирует в два этапа. На первом этапе, который называется адаптацией, происходит обучение. То есть в результате вирусной инфекции с какой-то очень небольшой вероятностью фрагмент генетического материала фага может быть распознан адаптационным комплексом белками Cas1 и Cas2. И они встраивают эту ДНК в специальное место в генове бактерий, которое называется CRISPR-Locus или CRISPR-Array. Далее, уже если клетка второй раз встречается с тем же самым фагом, у нас этот CRISPR-Array транскрибируется и получаются гидовые РНК. То есть РНК-молекулы комплементарные изначально ДНК фага, который заражал клетку. Эти гидовые или направляющие молекулы связываются с эффекторным комплексом. Это может быть один белок Cas9 или может быть крупный комплекс CasCat в других CRISPR-системах. И этот комплекс теперь будет искать комплементарную молекулу мишень. И если он ее распознает, то такая нуклеаза расщепит геном вируса, если он повторно заражает клетку. На самом деле, все еще не до конца понятно, как сопряжены друг с другом процессы адаптации и интерференции, потому что адаптация очень медленная и неэффективная. То есть мы не можем в ходе одного вирусного заражения одновременно и встроить его в генетический материал в геном и проэкспросировать его, чтобы защититься. То есть адаптация должна происходить в каких-то специальных условиях. Ну и далее у нас есть еще токсин-антитоксиновые модули. Классически считалось, что это такие эгоистичные элементы, которые помогают клетке пережить стрессовые условия и которые помогают плазмидам и другим мобильным элементам закрепиться внутри клетки в геном. Значит, принцип их устройства следующий. То есть у нас есть токсин, который достаточно стабилен и убивает клетку при активации. Но при этом постоянно экспрессируется также и антитоксин, который разными способами, либо через белок-белковое взаимодействие, либо путем разрушения МРНК-токсина, может инактивировать токсин. Но при этом этот антитоксин не очень стабилен и нужно, чтобы он постоянно транскрибировался в клетке. К примеру, если этот ТИИ-модуль расположен на плазмиде, клетка делится и одна из дочерних клеток не приобретает плазмиду, то антитоксин будет разрушен, а токсин в клетке останется и убьет такую, как бы, да, дочернюю клетку без плазмиды. То есть в итоге плазмиды будут стабилизированы в популяции. Однако, как оказывается, не все ТИИ-модули могут стабилизировать плазмиды. На самом деле стрессовые условия у нас чаще возникают как раз таки в ходе вирусной инфекции, поскольку многие вирусы также ингибируют процессы транскрипции плеточных генов, что в итоге приводит к деградации дотоксина и освобождению токсической активности. Поэтому некоторые работы последних лет показывают, что ТИИ-модули, многие очень из ТИИ-модулей выполняют функцию противовирусной защиты. Это была картина, которую мы видели, наверное, лет пять назад. Тогда область исследования фагов была не очень активна. Считалось, что мы более-менее все понимаем, что у нас есть РЭМ, Криспаркас и антитоксиновую систему. Но оказалось, что это верхушка айсберга. И за последние пять лет были описаны десятки и десятки новых систем защиты, про большинство из которых мы пока еще не знаем практически ничего совсем. Начнем с того, что все это открытие новых систем защиты, было бы невозможно без Евгения Кунина и Киры Макаровой из НИИ-института. Кунин является одним из таких самых уважаемых и высокоцитируемых информатиков и приложил руку к зарождению многих областей, в том числе Криспаркас. Так вот, в 2011 году они решили посмотреть более широко на системы, известные системы бактериального иммунитета, есть ли какие-то закономерности в их распределении в геном. Они решили взять все ациклинированные на тот момент полные геномы, это было около 3000, и сделать их выравнивание. И далее центрировать это выравнивание на каких-то уже известных иммунных локусах. И посмотреть, что находится в локальном геномном окружении уже известных иммунных генов. Из этой работы можно сделать два вывода. Во-первых, они обнаружили, что если мы берем за яхтливаем наш поиск, к примеру, на какой-нибудь эндомоклязе рестрикции, то с большой вероятностью рядом будут мобильные элементы, те и локусы, какие-то абортивные системы. То есть все уже известные системы защиты имеют тенденцию к кластеризации в геноме. А помимо этого обнаружилось, что у нас есть в этих так называемых островках защиты, то есть областях генома, обогащенных иммунными генами. У нас есть очень много консервативных генных семейств, какие-то DAF, то есть домины с неизвестными функциями. При этом никто раньше их не изучал и не предполагал, что они играют какую-то роль в защите от фагов. Но поскольку они вот так консервативно образуют эти кластеры в среде ставков защиты, можно предположить, что это какие-то новые иммунные модули. Пришлось подождать где-то 5 лет до момента, когда эти предсказания были экспериментально проверены. И здесь большой прогресс достигнул благодаря работам лаборатории Ротома-40 как в институте Вейцмана в Израиле. В 2018 году они решили снова взять всеизвестные на тот момент геномы и метагеномы и провести систематический анализ локального геномного окружения известных иммунных систем островковой защиты. Они основали свой поиск на фам-классификации доменов, то есть классификации белковых доменов и решили посмотреть, с какой частотой каждый из белковых доменов будет встречаться внутри иммунного локуса и внеиммунного локуса. И вот оказывается, что большая часть доменов у нас в иммунных локусах вообще не обнаруживается, но при этом это распределение дает очень длинный хвост и у нас есть какие-то белковые домены, которые встречаются в островках защиты с такой же частотой, как и классические АРМ и Криспор-системы. То есть это кандидаты хорошие для дальнейшего изучения. И если мы посмотрим на эти фам-домены чуть подробнее, попробуем обнаружить какие-то консервативные кластеры из этих доменов, то вот да, мы выделим около 300 кандидатных систем, из которых нужно будет еще провести какую-то фильтрацию и дальше их экспериментально проверить. Поскольку поиск проводился в метагеномах, у нас не было под рукой, точнее, у Ротома-40 не было под рукой каких-то штаммов бактерий, которые можно было сразу взять и исследовать. Но, к счастью, в тот момент уже достаточно хорошо работал синтез ДНК. То есть мы даже вот такие достаточно крупные кластеры длиной некоторой по 15-20 кгбас можем целиком секренировать ДНОВа из метагеномных последовательностей. И вот было выбрано 30 систем. Они были затрансформированы в модельные организмы бацилосуптилс и Еколи. И дальше проверялось против панели фагов, действительно являются ли эти иммунные локусы дают ли они защиту от фага. Как мы смотрим защиту от фага? Это классический очень простой эксперимент который называется EOP Efficiency of Plaking. Суть в том, что мы можем в агаре на чашке смешать бактерии собственно смешиваем бактерии с агаром и они полностью зарастают в чашку формируя так называемый газон. Далее мы берем какой-то раствор содержащий вирусные частицы и делаем его серийное разведение в 10 раз капаем их на газон бактерий. При этом каждая вирусная частица которая начала свой эффективный которая эффективно завершила процесс заражения клетки она даст потомство и будет как бы вот это расти зона смерти или так называемая отрицательная колония бляшка связанная которая позволяет нам подсчитать титр количества вирусных частиц в растворе. И далее если у нас системы защиты нет титр высокий бляшки крупные а если это порядка экспрессирует какие-то иммунные гены то титр значительно снижается в случае хороших систем на порядке там в 10 тысяч раз как в случае брекса. И из этого мы получаем вот такие хитмапы когда есть у нас какие-то иммунные кластеры предсказанные есть разные фаги и мы смотрим насколько снижается титр фага то есть работают эти системы или нет. Собственно в ходе этой работы было обнаружено 10 новых классов иммунных систем пока про них ничего мы говорить не будем просто какие-то домены в них имеются то есть все что мы можем сделать это только предсказать какие домены в этих системах имеются это часто какие-то атефазы хеликазы там могут быть картеазы вот но дальнейшие работы нужны для того чтобы изучать механизмы действия этих систем вот далее снова как бы в игру вернуться Кунин с лабораторией Фенга Жанга вместе и они как бы посмотрели на эти результаты и решили что классификация основана на ПФАМ недостаточно чувствительная поскольку у нас эти домены то есть ПФАМ кластеры могут быть слишком широкими и включать в себя как бы и иммунные и неиммунные домены представителей вот к тому же могут быть белки со смешанными доменами в общем лучше сделать свою собственную кластеризацию начать все заново поэтому они снова выделили скачали все метагеномы провели кластеризацию всех генов и оценили какова частота встречаемости каждого кластера генов внутри иммунного локуса относительно того как он встречается внеиммунного локуса что дало вот какие-то СИДы для дальнейшего анализа и точно так же на основе кластеризации этих СИДов были выделены новые системы кандидатов таблички увеличиваются в этой статье опубликованной в Science было найдено 30 новых классов иммунных систем можно сказать что да все это достигнуто благодаря успехам биинформатики и вот совершенствование этих алгоритмов все продолжается сегодня утром когда я начал готовиться к лекции обнаружил что вышла еще одна статья в Science от Евгения Кунина где они в этот раз обратили внимание конкретно на CRISPR-системы и снова применили более чувствительный алгоритм кластеризации белков которые могут находиться в локальном геномном контексте КАС КАС генов но и тут немного смещается даже фокус таких работ потому что сейчас нас больше интересуют не столько новые варианты систем точнее не столько новые системы какие-то варианты уже известных систем то есть мы знаем как функционирует CRISPR-КАС система поэтому если мы видим что вместе с CRISPR-системой находится какая-нибудь протеаза или хеликаза сразу позволяет предположить для нее функцию и построить какой-то механизм например недавно было обнаружено что CRISPR-системы часто колокализуются с транспазонами и это в принципе как бы пролило свет на эволюцию возникновения CRISPR-систем то есть считается что КАС-нуклязы возникли из ТНПБ транспазаз некоторые транспазазы могут тоже специфично проводить интеграцию в геном поэтому как бы следующее поколение инструментов КАС-нукляз сейчас готовится на основе ТНПБ белков из транспазаз с ними работать даже проще чем с самими CRISPR-системами все эти поиски про которые вам рассказал они требуют как бы от нас предварительной информации то есть мы должны знать что эта система находится внутри островков защиты что она колокализуется с другими иммунными системами и она должна быть достаточно распространенной чтобы прошла через наши критерии фильтрации можем ли мы искать систему защиты если мы не очень хотим заниматься информатикой и если мы хотим найти какие-то редкие варианты которые например могут встречаться в какой-то узкой группе бактерий да можем и тут нам помогает подход который называется функциональная метагеномика суть его в том что мы можем взять любую метагеномную ДНК в данной статье брали просто динамы бактерии Еколи сотни разных штаммов Еколи смешивали их вместе и дальше мы получаем такую фрагментированную библиотеку которую встраиваем внутрь плазмидного или фосмидного вектора то есть в итоге мы хотим получить библиотеку плазмид с достаточно высокой мощностью чтобы ее вставки покрывали все возможное разнообразие того генома или метагенома с которым мы начали работать дальше мы эту библиотеку заражаем фагом и если какие-то клетки выжили то возможно они экспрессировали из этих метагеномных фрагментов иммунные какие-то белки вот тут есть одна небольшая хитрость связанная с тем что поскольку эти системы большие нам нужно использовать муфосмидную и муфосмидную библиотеку и размер вставок 40 килобаз то есть мы можем получить там сотню колоний непонятно какой конкретно ген отвечает за иммунную функцию в 40 килобазах сложно довольно найти нужный ген вот поэтому мы получаем второй этап второй уровень нашей библиотеки всех выживших клеток все выжившие клетки мы собираем выделяем из них плазмиду и повторно делаем библиотеку и снова секвенируем вот после того как провели селекцию на фагу то есть мы два раза провели селекцию одних и тех же фрагментов и сравнив частоты генов первой библиотеки и второй мы можем как бы увидеть какие конкретно гены обогащены то есть мы напрямую вычленяем из этого иммунная система вот не будем долго смотреть на эту табличку итог работы еще 21 новая иммунная система вот то есть можно сказать что да все продолжают и продолжают появляться статьи где описываются вот новые иммунные системы пока мы находимся на таком этапе скорее коллекция сбора новых данных но параллельно с этим нужно пытаться их осмыслять да и искать механизмы работы этих систем что есть самое интересное для этого очень полезным оказывается как бы инициатива лаборатории Ауде Бенхайму и Питера Фенерана которые решили систематизировать все известные сейчас иммунные гены то есть для каждого иммунного гена мы построили HMM-профиль и далее объединили эти HMM-профили в кластеры используя так называемый MaxiFinder алгоритм вот то есть теперь у нас там CRISPR-CAS представляет собой набор HMM-профилей каждого из КАС-белков и имея 150 таких кластеров то есть на данный момент мы знаем 150 иммунных систем примерно вот мы теперь можем провести анализ всего метагенома и провести анализ какой-то конкретного генома бактерий с которым мы работаем вот чтобы определить какие системы там содержатся все это доступно в онлайн формате вот подлог чуть-чуть лучше дает визуальную репрезентацию данных к тому же в случае подлога были проанализированы все ревсек-геномы то есть там бактерия с которой вы работаете вы можете ее сразу найти на этом сайте и посмотреть какие иммунные гены она содержит вот какие можно сделать выводы если мы посмотрим на ревсек-геномы какие правила у нас организация геномов с точки зрения иммунных систем вот во-первых окажется что практически нет бактерий у которых нет иммунных систем вот те которые находятся в гене 0 это в первую очередь мутроперечные паразиты других бактерий в среднем бактерии содержат от 5 до 7 различных иммунных систем но есть какие-то исключения вроде вот этой бактерии где их около 20-25 если мы посмотрим далее на метагеномы да это нам позволит оценить также частоту каждый из иммунных систем и посмотреть какие-то экологические закономерности действительно если мы возьмем метагеномы из кишечника человека или из морской воды или из почвы там будет разный уровень давления вирусов на бактерии и поэтому разные частоты встречаемости разных иммунных систем но в принципе рестриции модификации крис-прокас являются самыми популярными которые есть в геноме практически каждой бактерии далее что же представляют собой в основном все вот эти новообнаруженные системы защиты большая часть из них относятся к категории абортивных систем то есть тех систем которые инициируют клеточное самоубийство при распознавании фага вот как то есть эти системы они дают защиту на уровне популяции и зараженная клетка она может либо полностью погибнуть либо она может просто настолько замедлить свой метаболизм чтобы либо другие иммунные системы успели справиться с фагом либо какие-то не знаю там стандартные клеточные нуклеазы те же самые реакт БЦД могли нечтожить геном и в некоторых случаях клетка восстанавливается от вирусной инфекции но в целом мы считаем что как бы да зараженная клетка жертвует собой по спасению своих сородичек как устроены эти абортивные системы в принципе они имеют модульную структуру которую мы можем рассмотреть на примере системы СИБАС СИБАС это система использующая сигналы основанная на циклических олигонуклеативах вот то есть чтобы иметь иммунную систему нам нужно иметь два компонента нам нужно иметь сенсор и нужно иметь эффектор который будет убивать клетку да как работают сенсоры в большинстве случаев еще не до конца понятно но вот конкретно в случае СИБАС системы каким-то образом распознается антиген и сенсор является циклазой то есть это фермент который из нуклеотидов может делать Д3 нуклеотида вот и это сигнальные молекулы которые амплифицируют сигнал то есть в ответ на как бы единичный контакт с вирусным далеко мы производим сотни сигнальных молекул активирующих очень быстро эффекторы и эффекторы могут быть у нас разнообразными задача просто убить клетку да при сенсинге антигена вот то есть эта модульная организация она помимо этого позволяет очень быстро создавать новые варианты иммунных систем то есть происходит активный обмен модулями и мы можем комбинировать разные эффекторы с разными сенсорами можно тут быстро пройти что к таким популярным эффекторам у нас относятся в первую очередь нуклеазы которые могут деградировать либо ДНК либо РНК они это делают неспецифично то есть и клеточная вирусная ДНК уничтожается просто главная задача остановить метаболизм максимально быстро вот по какой-то причине до сих пор непонятной очень популярные эффекторы которые расщепляют НАТ нуклеотит вот это тоже приводит к убийству клетки но хотя казалось бы просто снижение НАТО само по себе не должно так быстро тормозить метаболизм но это происходит вот и мы можем расщеплять и другие нуклеотиды АТФ ЦТФ любые много есть мембранных белков то есть самый простой вариант эффектора это просто какой-то там четырех трансмембранный домен вот который открывается как канал и лишает клетку потенциала вот это тоже приводит к тому что АТФ больше не синтезируется метаболизм останавливается вот а как могут быть устроены сенсоры аборативных систем очень много сенсоров являются АТФ фазами и это вот такой самый наверное простой вариант когда у нас происходит прямой белок-белков взаимодействия вот в случае СИБАС я вам рассказал что это циклаза это фермент который синтезирует циклические олигонуклеативы сигнальные молекулы вот а про органавты эротроны можно сейчас чуть-чуть подробнее посмотреть вот органавты возможно вы знаете что это белки которые известны в первую очередь как систему РНК-интерференции у эукариот при этом параллельно с изучением органавтов в эукариотах было обнаружено что они встречаются в паркариотах тоже очень широко и структуры органавтов известны уже более десятка лет но как бы их функцию никто понять не мог более того помимо как бы каталитически активных органавтов у бактерий есть очень много коротких органавтов и каталитически неактивных длинных органавтов то есть это ферменты которые лишены своего активного центра и они не могут расщеплять ДНК а вообще как бы органавты в чем-то похожи на CRISPR-системы то есть это какие-то зависимые нуклеазы органавт связывает молекулу РНК и может распознать комплементарную молекулу мишень ДНК к примеру и привести ее расщепление но оказывается что многие из органавтов никакого расщепления не проводят по сути они являются просто сенсорами как бы наличия в клетке чужеродного генетического материала в частности система которая называется SPARTA в ней органавт это сенсор и вместе с органавтом сопряжен собственно эффектор молекула белок который будет убивать клетку опять-таки за счет расщепления НАТО а ТИР домен расщепляет НАТО как это работает то есть органавты в отличие от CRISPR-систем не кодируют в геноме никакие гиды они гиды отбирают случайным образом из цитоплазмы из того что плавает в клетке поэтому если мы представим что клетка заражена плазмидой или каким-то фагом который очень активно транскрибирует то есть производит МРНК намного больше чем производит МРНК клеточная полимераза то такие РНК будут загружаться в органавт если мы превысим порог активации то есть у нас четыре молекула органавта одновременно свяжут одно и то же РНК то при распознавании комплементарной ДНК то есть плазмиды которая проникла в клетку вот клетка запохочет жить самоубийством и показано что такие органавты они защищают клетку от проникновения плазмид опять-таки на уровне популяции другой очень интересный пример работы сенсоров это ратроны ратроны это такие необычные гибридные молекулы РНК ДНК про них мы тоже знаем начиная с 90-х годов потому что ученые обнаружили что если мы попробуем выделить плазмиду из некоторых стаммов бактерий даже например из Еколи БЛ21 который там используется для наработки белков очень часто то вместе с плазмидой у нас будут еще какие-то низкомолекулярные полосочки всегда на геле если мы их ациклинируем то окажется что это вообще одноцепочная ДНК и если мы ее картируем обратно на геном то окажется что у нас есть вот коротенький ген некодирующий РНК сопряженный с обратной транспектазой механизм созревания ратрона был установлен очень давно то есть некодирующая РНК она узнается транспектазой там синтез начинается с необычной связи 2-5-4 и дальше транспектаза продолжает делать комплементарную ДНК в то время как РНК за H уничтожает исходную некодирующую РНК но в какой-то момент транспектаза останавливается не доходя до конца матрицы и у нас получается вот такая гибридная шпилька ДНК-РНК которая плавает в клетке в огромном количестве зачем она нужна непонятно но если что-то непонятно можно предполагать что это имеет отношение к защите от вирусов потому что когда обнаружилось что вот эти некодирующие РНК и обратная транспектаза сидят внутри островков защиты выяснилось что ратроны являются сенсорами вирусной инфекции каким образом происходит сенсинг вирусной инфекции вот этой молекулы многие вирусы они кодируют нуклеазы которые разрушают клеточную ДНК либо они кодируют какие-то собственные системы рекомбинации либо они кодируют например метилазы для метилирования своего генома и показано что разные варианты ратронов являются сенсорами как бы чужеродного метилирования чужеродной рекомбинации или в принципе какой-то нуклеазной активности специфичной и поскольку с этой шпилькой у нас сопряжен эффектор опять-таки эффектор может быть таким угодно да из вот этого набора то вкрепка кончает жизнь самоубийством и защищает себя от вирусной инфекции вот какие еще системы привлекают большое внимание исследователей в последнее время в первую очередь все обратили внимание на какие-то гомологи иммунных генов эукариот вот та же система СИБАС ее стали изучать по причине того что она похожа на иммунный каскад СИГАС СТИНК который есть у человека и СТИНК это на минуточку стимулятор интерферонных генов вот то есть циклаза которые в случае бактерий являются сенсорами вирусной инфекции точно так же и в случае эукариот являются сенсорами наличия ДНК в цитоплазме что в норме как бы в клетке эукариот не встречается и может говорить о заражении вируса вот то есть сейчас есть работы которые напрямую показывают что вот СИГАС СТИНК эукариот это такая маленькая веточка на древе разнообразия СИБАС систем бактерий дальше у нас есть общие с бактериями системы иммунитета которые называются вайперины это в чем-то похоже на реакцию на секенирование по СЭНКЕРу то есть вайперин это фермент который делает гид из оксинуклеотида в итоге это останавливает репликацию РНК-зависимых вирусов в смысле РНК-вирусов либо транскрипцию обычных вирусов цитоплазме вот и как бы клетку тоже убивает то есть опять-таки это абортивная система защиты Некоторые системы которые расщепляют нуклеотиды тоже общие у эукариот и у бактерий вот про органавты и техномены я вам уже рассказал Еще одно тоже такое популярное направление исследования газдерминов и НЛР подобных доменов В случае иммунитета эукариот это компоненты которые участвуют в апоптозе и в формировании инфламосом при воспалении но оказалось что в случае бактерий это эффекторы которые опять-таки убивают клетку при вирусной инфекции при фаговой инфекции за счет формирования пор Что еще интересно было обнаружено в последнее время Была работа из лаборатории Дэвида Бикарда в Институте Пастера в Париже которая нашла новый источник иммунных систем который как раз не связан с островками защиты Оказалось что если мы посмотрим на геномы некоторых парафагов в данном случае мы смотрим на P2-P4 парафагов то внутри их довольно консервативных локусов например у нас у всех вариантов профага есть интеграза и какой-то псу-билок внутри этих локусов у нас вдруг будет встречаться разнообразие разных доменов часть из этих доменов будут классическими уже известными системной защиты как рестрициумодификация или ретроны часть будет новыми содержать какие-то дафы непонятные если мы возьмем всех P2-подобных профагов рассортируем разнообразие генов внутри этого локуса и заклонируем опять-таки 30 вариантов то окажется что почти все эти варианты представляют собой защиты системы защиты от других вирусных инфекций вот опять-таки в этой работе было несколько новых выделено идея тут в частности в том что вирусы не могут себе позволить целые островки защиты да они должны кодировать очень маленькие компактные системы защиты потому что они ограничены их размер их генома ограничен емкостью топсидов но тут возникает вопрос а что тут вообще происходит почему противовирусные системы защиты вдруг обнаруживаются в самих профагах вот на самом деле оказывается что это не исключение а это возможно даже правило то есть мы все время смотрим на иммунную систему с точки зрения бактерий но по сути они могут являться инструментами борьбы разных мобильных элементов друг с другом потому что как только профаг ну то есть вирус заражает клетку и если он умеренный то формирует профаг да то он как бы теперь играет уже на стороне всей клетки в его интересах защитить клетку от вторичного заражения таким же вирусом как он сам чтобы не делить ресурсы и от заражения другими вирусами которые могут в принципе полностью убить клетку оказывается что очень много систем защиты кодируются мобильными элементами даже если мы увидим CRISPR-Cas системы внутри каких-то фагов они никогда не будут таргетировать бактериальную клетку они всегда будут таргетировать других вирусов то есть между разными вирусами идет активная война при помощи систем противовирусного иммунитета а бактерии повезло что она при этом тоже может быть защищена если она приобрела правильный вирус ну давайте мы дополнительно эту гипотезу еще раз проверим вот была недавно работа в которой решили посмотреть на разнообразие всех иммунных систем конкретно в пангеноме Еколи то есть у нас сейчас оциквинировано около 20 тысяч штаммов Еколи мы все можем прогнать через Defense Finder и посмотреть а как в принципе распределены эти системы защиты и окажется что у нас есть около 20 таких вот горячих точек разнообразия то есть к примеру вот у нас есть какой-то обычный лабораторный штамм МЖ-155 у которого почти нет системы защиты какой-нибудь рестрикции модификации и вот эта точка она не занята но каких-то ростных штаммов окажется что внутри этой точки сидят иммунные системы и всегда практически мы видим ассоциацию иммунных систем с мобильными элементами это могут быть интегразы какие-то транспозоны что угодно но всегда в этих локусах то есть встраивание иммунных систем внутрь вот этих горячих точек происходит за счет их кооперации с мобильными элементами вот ну наконец мы можем задать вопрос все ли мы нашли да то есть эти открытия не останавливаются но давайте попробуем задумать немного вперед и оценить сколько в принципе может быть иммунных систем в пангеноме уже всех всех прокариот тут была интересная работа от группы Дэвида Бурштейна тоже из Израиля которые применили deep learning подход к анализу генов с неизвестными функциями в пангеноме то есть на самом деле у нас большая часть генов сейчас аннотирована как hypothetical proteins и какие-нибудь domains of unknown function мы не знаем какую роль они играют за пределами модельных хорошо исследованных видов бактерий вот и используя как бы все тот же принцип колокализации мы можем попробовать предсказать функцию неизвестных генов на основании того как часто они встречаются с известными генами и вот эта deep learning модель может быть нанесена вот в виде такой интересной красивой карты где мы видим очень много оранжевых зон которые относятся к системам защиты давайте посмотрим чуть более детально на это уже с точки зрения групп генов предсказанных функций неизвестных генов оказывается что у нас какие-то классические гены связанные с метаболизмом нуклеевых кислот с трансляцией с энергией с репликацией их не очень много и они примерно одинаковые у разных бактерий на их фоне выделяются вот три такие большие группы и как бы разнообразие начинает возникать в тот момент когда идет активная конкуренция когда вот возникает эта гонка вооружений между разными организмами вот поскольку у нас есть быстрая гонка вооружений между фагами и бактериями то иммунные системы это вообще самая распространенная и самая недоисследованная группа генов в эпангеноме всех прокурет вот то есть мы можем предсказать еще 35 тысяч генов для изучения хватит на всех ну и другие группы которые тоже испытывают такой довольно быстрый экспоненциальный рост это система секреции и два компонентная система вот тут к сожалению нет генов устойчивости к антибиотикам и синтезу антибиотиков я думаю они бы тоже были очень распространены очень разнообразны вот а система секреции это белки которые опосредуют борьбу бактерий уже друг с другом и как бы борьбу бактерий с клетками эукариот вот они позволяют захватывать эпители например вот давайте на этом значит сделаем какие-то промежуточные выводы конечно запомнить 150 систем защиты невозможно поэтому постараемся вычислить какие-то главные моменты которые мы можем которые мы можем как бы сформулировать исходя из анализа вот литературы последних лет вот значит систем защиты открыто много будем открывать еще скорее всего это только верхушек рейсберга иммунные системы имеют модульную структуру что обеспечивает как бы их быструю эволюцию и появление новых вариантов клетка всегда имеет несколько уровней защиты от как бы защиты на уровне скрытия рецепторов прямое уничтожение вирусной ДНК если вирусная инфекция заходит слишком далеко то это абортивный ответ гибель зараженной клетки вместе с фагом многие иммунные системы врожденные иммунные системы элкариот возникли у нас как бы не возникли у нас а возникли у бактерий да и были унаследованы от общего предка всех элкариот и набор иммунных генов популяции очень изменчив эти гены всегда соседствуют с какими-то мобильными элементами что обеспечивает и их эволюцию и быстрый обмен и как бы позволяет собрать бактерии максимально выгодный набор иммунных систем в данный момент времени который обусловлен ее экологически нишей и наконец что драйвером эволюции иммунных генов является конкуренция мобильных элементов друг с другом а бактериальная клетка может рассматриваться как поле битвы вирусов друг против друга вот мы можем сделать небольшой перерыв здесь если есть какие-то вопросы Лиза я могу продолжить ну пока вопросов нет давай я тогда свой вопрос задам зачем так много нужно защитить систем и бактерий но у эукариотов я так понимаю гораздо меньше так-то ничего справляемся с вирусами так-то живем зачем бактериям и археям такой разнообразии всевозможных путей но эукариоты они развили максимально эффективный адаптивный иммунитет то есть мы можем приспособиться к любому антигену который встречается в природе практически вот у бактерий как бы этот адаптивный иммунитет работает не очень хорошо CRISPR-Cas это не панацея поэтому по сути каждая иммунная система представляет собой способ борьбы с конкретным вирусом а поскольку вирусов то есть она эффективно эволюционировала для борьбы с какой-то небольшой группой фагов они не дают универсальную защиту вот а вирусов у нас больше чем самих бактерий поэтому нужно иметь очень широкий арсенал защиты вот и к тому же вот я буду дальше рассказывать о том что у нас начинается гонка вооружений ну давайте перейдем к этой части вот что же делать вирусам то есть мы обсудили что в природных условиях вирус заражая клетку бактерий сталкивается в среднем с 5-7 иммунными системами вот но при этом вирусы тоже как-то существуют есть такая гипотеза красной королевы в теории эволюции которая говорит о том что нужно бежать с максимально возможной скоростью только для того чтобы оставаться на одном месте вот поскольку у нас и вирусы и бактерии испытывают огромное давление отбора то как бы все время возникают новые варианты и иммунных систем и стратегии борьбы с иммунными системами вот какие могут быть у вирусов способы борьбы с иммунными системами самые простые из них это просто избегание сайтов если мы говорим про инфекцию модификацию или CRISPR-Cas вирусу достаточно промутировать сайт распознавания или протоспейсер в геноме и он больше не будет распознаваться к тому же часто как бы иммунные системы в частности РМ ошибаются и случайно метилируют ДНК-фага после этого он становится как бы невидимым для системы рестрикции модификации вот афаг может этому даже помогать он может либо кодировать свои собственные метилазы либо он может кодировать белки которые будут стимулировать метилазы клеточные наконец есть некоторые вирусы например как ФАК-П1 который кодирует просто ДНК-связывающие белки и они физически блокируют сайты посадки для нуклеаз при том эти белки загружаются прямо в капсифага и при самом начале инфекции вместе с ДНК ДНК заходит уже защищен другой способ защиты это гипермодификация ДНК на самом деле бактериофаги являются источником наибольшего разнообразия нестандартных нуклеотинов многие нестандартные нуклеотины которые встречаются в РНК они же встречаются в ТРНК они же могут встречаться в ДНК-фаге например в Деоксиаркеазин некоторые фаги как П-4 могут себе навешать целое глюкозное основание целую глюкозу на цитозин и нужно это для того чтобы сделать опять стерический блок для посадки нуклеасно-геномфагом многие из этих модификаций дают защиту от CRISPR-Cas и от РМ-систем недавно открытая стратегия достаточно уникальная связана с такой группой которая называется джамбофаги или гигантские фаги в которой геном может достигать 200 килобаз и они по сути кодируют ядра почти как клетки эукариот называется это псевдоядра правда то есть на самом раннем этапе инфекции эти вирусы экспрессируют белки которые там похожи на белки ламинов и защищают то есть формируют белковую оболочку вокруг генома фага и дальше начинается вот похожая с эукариотами история что нам нужны всякие что у нас транскрипция происходит в ядре трансляция снаружи за счет рибосом уже бактериальных и происходит транспорт молекул туда-сюда появляются всякие таги и так далее то есть это по сути да воссоздание модели существования эукариот внутри бактериальной клетки вот но как считается одной из причин возникновения такой очень сложной жизни стратегии это в том числе защита от нуклеаз вот потому что теперь никакие нуклеазы не могут добраться до генома материала фага вот правда могут нуклеазы которые режут рамка у нас есть CRISPRK системы режущие рамка и они прекрасно защищают от таких фагов вот опять мы наблюдаем гонку вооружения самая наверное распространенная стратегия это кодирование антизащитных белков то есть вот если у нас есть 150 иммунных систем можно ожидать что в несколько раз больше будет антииммунных систем у вирусов вот какой-нибудь пример да вот статья которая тоже вышла в Nature пару дней назад это антигабия белок который формирует такой вот красивый пояс из мультимеров да который просто стерически заковывает да как в тиски вот иммунную систему ГАБИ и не дает ей больше распознавать ДНК фага вот поскольку многие иммунные системы полагаются на малые молекулы либо для того чтобы амплифицировать сигнал да как СИБАС либо как кофактор в случае БРЭКС и РМ-систем то фаги могут кодировать белки которые либо как губки просто вытитровывают связывают на себя эти сигнальные молекулы либо расщепляют их вот к примеру это работа из нашей лаборатории где мы показали что белок фага Т3 самлиаза он способен а не только расщеплять сам но он еще и ингибирует синтез сам связываясь с самсинтез да а сам является кофактором некоторых иммунных систем вот ну и наконец из антизащитных белков самой такой распространенной популярной группой являются ДНК-мимикрирующие белки вот они могут не иметь никакой гомологии на уровне первичной последовательности но тем не менее вирусы много раз приходят вот к форме белков к структуре которая мимикрирует в разделении заряда на ДНК и по сути это такие болванки которые будут забивать с собой нуклеазы конкурируя с ДНК и часто они как бы делают даже более прочные комплексы с нуклеазами чем комплексы нуклеаз с ДНК и тем самым они тоже вытетровывают иммунные белки из клетки вот можем вернуться к проблематике да то есть если у нас теперь так много антииммунных систем уфагов что делать с бактериям вот и как бы перейти на следующие этапы этой гонки вооружений вот мне будет очень приятно рассказать о работе которую мы недавно завершили в своей лаборатории и она связана с изучением системы которая называется Париж ее действительно открыли в Париже в лаборатории Дэвида Бекарда в институте Пастера но расшифровывается это как антирестрикционная система индуцируемая извините защитная система индуцируемая фаговыми антирестрикционными белками вот то есть представим что на первом этапе эволюции фаговая ДНК ничем не защищена и поэтому РМ и Брэк сможет ее уничтожить некоторые фаги кодируют ДНК мимикрирующие белки в частности белок ОСР эти белки убивают иммунные системы клетки в ответ на это у нас возникает иммунная система которая теперь является сенсором антииммунных белков фага вот и в итоге она тоже приводит к аресту роста и к абортивному ответу вот мы как бы очень этим заинтересовались и решили изучить механизм работы этой системы для начала можно отметить что ариш состоит из двух белков ари-А и ари-Б и ари-А является АБЦ АТ фазой а в ари-Б белке есть топрим ДМ топрим переводится как такой замеразопраймаза то есть это фермент который может либо синтезировать ДНК либо если эту реакцию обратить проводить раскус уже насинтезированный ДНК молекул вот и удивительным образом оказывается что вот такая вот связка или как мы можем сказать архитектура АТ фазы и топрим ДМ является очень распространенной в абортивных системах защиты вот помимо Парижа который мы изучаем у нас есть похожие клады в токсин-антитоксиновых модулях в ретронах в септу в олд габи очень много систем да которые полагаются вот на связку АТ фазы с топрим нуклеазой возможно это просто такая крайне эффективная модель организации когда у нас есть молекула-сенсор и при связывании антигена она за счет гидролиза АТФ меняет свою конформацию и активирует уже эффектор эффектором является нуклеаза вот но это все модель ее надо экспериментально подтверждать а вот для начала да во-первых при помощи наших коллабораторов мы решили структуру этого комплекса вот у нас есть такой красивый симметричный радиально-симметричный гексомер вот этой АВЦ АТФазы и мы можем увидеть в нем как бы лакуны локусы куда потенциально могли бы приземлиться да ДНК-мимикрирующие белки за счет своего заряда вот мы показали что вот АТФаза АРЕИ действительно является сенсором поскольку если мы в клетке экспрессируем триггер да вот этот белок антизащитный ОСР и делаем полдаун то есть вытаскиваем его специфично за так и смотрим какие другие белки клеточные с ним могли соочиститься в нативных условиях то оказывается что вот триггер взаимодействует именно с АРЕИ белком вот далее нам надо показать что экспрессия триггера действительно приводит к убийству клетки для этого мы с плазмидой экспрессируем белок ОСР и смотрим под микроскопом что с клетками происходит если мы красим клетки апропидиум ядидом это такой ДНК связующий краситель но он может проникнуть в клетку только в случае того если у нее нарушена мембрана целостность мембраны то есть это является таким тестом на смерть клеток да вот если у нас Париж есть но триггера нету или если триггер есть но Парижа нету клетки апропидиум не красятся но они очень быстро умирают за 20 минут если мы один только антиген проэкспрессируем в присутствии Парижа и дальше мы обратили внимание еще на один интересный момент если мы покрасим теперь ДАПи другим ДНК связующим красителем клетки то обнаружится что у нас меняется морфология не только самой клетки но морфология ДНК видите появляются такие вот бублики вот если посмотреть в литературе то оказывается что это классический фенотип ингибирования трансляции сколько у нас в клетке все процессы сопряжены во время трансляции некоторые в смысле извините во время если мы ингибируем трансляцию это отражается и на структуре ДНК потому что у нас по сути есть единый комплекс ДНК РНК и на них же сидят рибосомы а некоторые рибосомы производят белки мембранные и эти белки заякоряются в мембрану поэтому это приводит к тому что у нас в принципе ДНК клетки подтягивается к мембране за счет трансляции вот и если нарушить трансляцию то ДНК немножко релаксирует и принимает вот такую форму тороида то же самое будет если клетки обработать хлором финиковым но мы решили дополнительно проверить действительно ли у нас страдает именно трансляция все-таки мы работаем с нуклеазой то есть мы думали что у нас топрим домен отвечает за абортивный ответ вот дальше мы использовали метаболический лейблинг то есть мы как бы в клетку добавили радиоактивные меченые метиамин аминокислоту что позволяет нам отследить скорость трансляции урацил транскрипции и тимин репликации и увидели что при активации париж-системы действительно в первую очередь страдает именно трансляция вот при этом интересно что немножко растет транскрипция но это тоже такой классический ответ если мы остановим рибосому то у нас запустится повышенная транскрипция рибосомальных рНК чтобы компенсировать вот этот вот эффект то есть париж каким-то образом ингибирует именно трансляцию вот мы решили проверить разные мишени мы смотрели на ДНК на РНК вот не видели никакой деградации но в итоге когда мы проверили ТРНК молекулы то оказалось что активированный париж в присутствии котенов магния действительно приводит к расщеплению вот такой смеси ТРНК молекулы мы видим появление фрагментов то есть скорее всего трансляция ингибируется за счет расщепления именно ТРНК вот но это тоже не конец истории потому что мы обнаружили очень интересную вещь что некоторые фаги умеют защищаться от Парижа вот мы работали с фагом Т5 и фаг Т5 как вы видите он устойчив к действию Парижа то есть титр одинаков на Париж плюс и Париж минус до зони но один из штаммов фага который мы называем московским да а это у нас французский фаг который мы получили из Парижа вот он был чувствителен к иммунной системе и было не очень понятно что происходит но для начала если этот фаг чувствителен это означает что он кодирует какой-то свой собственный белок триггер который тоже может являться антирестрационным поэтому для начала мы взяли вот этого фага смешали его в очень большом количестве с клетками с Париж системой и отобрали мутантов эскейперов то есть гипотеза была в том что этот фаг может промутировать теперь свой белок триггер и поэтому стать устойчивым к Париж системе но это и произошло более того мы обнаружили сразу два триггера то есть все эскейперы мутанты содержали мутации в двух орфах вот это белки с неизвестными функциями но теперь мы можем предсказать во-первых что это ДНК мигрирующие белки потому что у них очень низкая пи-точка да и они похожи на ОСР по своей форме в чем-то и можно ожидать что это будут новые антизащитные белки то есть дальше наша задача найти их мишени понять какие системы иммунитета они ингибируют вот но давайте теперь вернемся к исходной проблематике то есть этот факт Т5 он кодирует сразу два триггера Парижа и при этом полностью устойчив к действию Парижа а второй факт чувствителем чем же они отличаются друг от друга вот если мы сравним полногеномные выравнивания то окажется что вот этот чувствительный факт у него произошла делекция достаточно крупная в геноме и он потерял вот этот вот регион длиной 10 килобас вот а значит гипотеза в том что в этом участке содержатся какие-то ингибиторы Парижа которые позволяют вагу дикого типа да либо в принципе не активировать систему либо каким-то образом компенсировать ее активацию вот тут мы обратили внимание что этот участок который был удален видите в нем очень много красных генов это гены ТРНК вот то есть известно давным-давно что фаги кодируют гены ТРНК опять-таки это была большая загадка и вопрос зачем фагам свои собственные ТРНК считалось что вот поскольку у нас отличается ГЦ состав в геноме фага и в геноме бактерии да то есть отличается поэтому частота кодонов и фаги могут кодировать дополняющий набор ТРНК молекул чтобы оптимизировать скорость трансляции для собственной инфекции вот обсуждается это уже 50 лет но когда люди пытаются напрямую при помощи ренесеков померить частоты МРНК фаговых и бактериальных и сравнить их с частотами ТРНК которые есть в процессе инфекции получается как-то не очень хорошо получается что фактом не супер компенсирует да вот эти недостающие свои собственные кодоны вот но мы предположили что а вдруг на самом деле ТРНК нужны для того чтобы защищаться от абортивных систем вроде Парижа которые расщепляют ТРНК клеточную вот не буду рассказывать как мы нашли конкретную ТРНК потому что это был очень долгий процесс поиска но глобально это действительно оказалось правдой то есть мы вышли на фаговую ТРНК лизиновую и теперь если мы экспрессируем лизиновую ТРНК вы видите что титр фага восстанавливается в то время когда у нас нет экспрессии лизиновой ТРНК то факт чувствительный в защите Парижа то есть вот для конкретно данного фага экспрессии одной лишь дополнительной ТРНК оказалось достаточно мы теперь можем предположить вот здесь мы знали что в принципе Париж режет ТРНК теперь мы можем предположить какую конкретно ТРНК он режет то есть хозяйская лизиновая ТРНК должна быть мишенью Парижа вот здесь эксперименты которые сделали в Пастере мы можем применить теперь Northern Blood то есть использовать флюоресцентный зонд который будет отжигаться комплементарно к ТРНК либо ТРНК Еколи либо к ТРНК фаговой и действительно вот если мы активируем Париж систему и нормализуем это все на сигнал от А5С рибосомальной РНК то мы видим что активация Парижа приводит к исчезновению Еколиной то есть хозяйской ТРНК лизиновой в то время как вирусная ТРНК лизиновая которую мы экспрессировали вот здесь она не расщепляется то есть вирусы кодируют нерасщепляемые аналоги хозяйских ТРНК мы более того можем посмотреть на структуру этих ТРНК сравнить их друг с другом оказывается что действительно у ФАГТ-5 есть ряд отличий в структуре его собственной ТРНК и поскольку мы как бы ожидаем что антикодон это самое благоприятное место для расщепления скорее всего топрим домен Париж системы режет именно антикодон мы решили проверить а вдруг вот эти вот именно мутации которые есть в антикодонной петле вдруг они отвечают за неспособность за то что этот ТРНК является плохим субстратом для Парижа и действительно нам достаточно внести одну только вот эту вот мутацию чтобы Еколиной ТРНК тут же перестала расщепляться теперь мы можем экспрессировать в клетке только Еколину ТРНК с единственной мутацией и она будет защищать фага от инфекции вот как бы можно закончить на этом рассказ и вот он очень хорошо иллюстрирует идею гонки вооружений которая есть между мобильными элементами и бактериями когда у нас бактерии приобретают иммунные системы разнообразные для защиты от вирусов вот вирусы в ответ кодируют множество разнообразных антизащитных белков у нас могут возникнуть системы защиты которые теперь уже специализируются на том чтобы распознавать антизащитные белки как и Париж и в ответ на возникновение Парижа ну и других систем которые традиционно ТРНК вирусы вирусы могут тодировать собственные варианты нерасщепляемых ТРНК вот то есть возможно мы раскрыли одну из очень давних загадок манекулярной биологии и по сути вирусные ТРНК являются теперь у нас анти-анти-анти-анти защитными генами вот на этом я хотел поблагодарить в том числе наших коллабораторов потому что эта работа выполнена совместно с Дэвидом Бикардом из Пастера с Блейком Виденхефтом из Монтаны который получил крием структуру и с группой Василия Гаврилюка который следует рибосомы в Лунде и помог нам с метаболическим репелентом а с нашей стороны это работа трех аспирантов можно отдельно отметить что по сути все что я вам рассказал все эти результаты получены за 2-3 месяца поскольку мы оказались в условиях большого давления со стороны конкурентов и нам нужно было сформировать статью чтобы успеть ее подать одновременно иногда оказывается что внешнее давление действительно помогает мобилизировать все силы и получить новые результаты давая достаточно краткие сроки вот на этом спасибо за внимание я готов ответить на вопросы если не возникли да спасибо большое так считается конечно как бы утеплились так быстро сделать так и будем работать можно я задам неполикорректный вопрос это после известных событий было каких событий это случилось вот в сентябре то есть мы еще доделаем последний эксперимент чтобы подать статью понятно здорово я хотела бы знаешь что спросить а у археев есть тоже такое большое разнообразие систем защитных или все исчерпывается криспорказ ну или пока это еще не личная тема это тема которая изучена биоинформатиками в частности Куниным да у них тоже огромное разнообразие систем защиты но очень мало лабораторий которые работают с археями относительно бактерий потому что очень тяжело археи надо растить неделю и так далее то есть экспериментальные работы пока ограничены криспорказ системами и рестрицией модификацией но наверняка у археи есть даже какие-то новые варианты про которые я сегодня не рассказывал которые еще предстоит открыть это точно так но пока это недоисследование ну как-то среди слушателей на ютубе никто больше ничего не спрашивает вот тогда Артем спасибо тебе еще раз за лекцию было очень очень интересно а вот кстати вопрос поскольку этот механизм антизащиты с помощью псевдоядер поменял взгляд ученых на нуклеогенез я сейчас не могу точно дать ответ являются ли как бы ядерные белки эукариот прямыми гомологами то есть произошли ли они от вирусных белков но такие гипотезы конечно существуют то есть пока еще не поменял но очень много работ биоинформатических направлено на то чтобы построить общее дерево вот ламинов и как это называется белки я не помню именно у фагов чтобы свести их к общему корму гипотезы такие конечно же есть спасибо большое за вопрос нет у тебя больше вопросов нет спасибо за внимание да спасибо всем кто нас сегодня слушал до свидания и надеюсь мы еще с вами встретимся в ближайшее время спасибо спасибо Продолжение следует...